Есть вещи, которыми мы ежедневно должны об этом думать, и мы думаем об этом, да, и чем дальше, тем больше мы думаем об этом, ну извините, там, экономия того-сего разных ресурсов, разделение мусора и так далее. То есть мы к этой теме подходили как бы через нас, через наш ежедневный опыт. И мы как бы этот опыт пытались, вне так, те, с кем мы взаимодействуем ежедневно на вот этом экологическом поле, то есть все, что связано с ресурсами, которые мы потребляем, да, мы как бы переместились на их территорию, да. Вот это то, как бы вот мы субъекты, это объекты нашего, так сказать, вмешательства в них, да, это разнообразные там приборы, да, агрегаты, девайсы, которые ежедневно служат нам, да. И мы как бы вот переместились на их территорию, заинтересовались, а что с вами происходит, как у вас, да, как у вас обстоят дела, да. И вот они выступают у нас, да, они как бы говорят о себе, про себя, да, про свои проблемы, про то, как им живется. Вот, и вы увидите, да, те, кто придут на выставку, вот, что у них не все порядки, они не такие прямо, знаете, не таковы, каких мы их видим на витринах, да, где они еще такие прямо яркие, такие прекрасные, такие, купи меня, купи, я хочу для тебя что-нибудь сделать, да. Вот, здесь они уже утомлены нашей потребительской алчностью, вот, и их голос уже такой, понимаете, голос не героя рекламы, да, а вот, знаете, когда на съемках какой-нибудь там рекламный такой звезда, да, заканчивается все, стоп-камера, да, он уже начинает своим голосом говорить, да, и так далее. Вот, вот, точно так же, да, сейчас они, реклама закончилась, закончилось все в прошлом, витрина тоже в прошлом, сейчас они уже говорят своими голосами, вот то, как они, как они есть, вот. Этот проект родился как-то очень легко, и после этого, как бы, мы погубили эту тему. И он не только экологически, он и художественно интересен для развития, действительно, то есть он может, как бы, в себе и эту экологию держать, и еще о другом, о том, как мы живем, и что мы можем сделать. Даже по процессу создания, как мы делали это все, Галерия Марина Гисич, я поняла, сколько мы всего тратим и включаем. Нам предложили вот эту экологическую тематику, мы искали с Марииной действительно какие-то подходы, чтобы это была не какая-то, ну, такая, так сказать, абстракция, которая, ну, вот, да. Честно говоря, конечно, мы не трибуны, да, чтобы пробуждать в людях, значит, какую-то заинтересованность в решении глобальных проблем, да. Понятно, что это не глобальная проблема, а то есть она и глобальная, но она и частная, да. То есть есть какие-то вещи, я не знаю, например, там, метеориты, которые могут, так сказать, пронзить Землю и изменить ход нашей жизни, да. Тем не менее, это какие-то абстракции, которые могут подождать, да. У нас есть другие вопросы, связанные с нашим непосредственным, там, личным или коллективным бытьем. Аминь! Я к тому, что у меня нет никаких планов с кем-то определённым или с какими-то медиумами определённым образом взаимодействовать. Всё, что связано с выходом с территории партитурного листа, то есть писания нот на бумаге, то, чему я учился, что я продолжаю в основном делать. Я не могу сказать, что я какой-то очень технологически продвинутый композитор, который открывает какие-то нехоженные тропы. Я бы даже сказал, что Алексей и Александр, техническую поддержку, во моих отношениях, что касается электронных каких-то проектов, на стыке видео и аудио, он значительно продвинутый. И меня вот в каком-то плане, и нас вообще с Мариной. Просто когда у тебя появляются какие-то идеи, какие-то замыслы уже совершенно такого абстрактного художественного плана, ты ищешь какие-то территории, на которых и медиумы, на которых они реализуемы. Так и получаются заходы на какие-то вроде бы соседние территории из своего пространства, где рабочий стол, карандаш, ластик и нотный лист. Да, лаборатория Сайленд, конечно, это незаменимые совершенно люди. Если бы они не принимали участие в нашем проекте, я вообще сомневаюсь, что это могло бы состояться в том виде, в котором оно состоялось. И там техническая составляющая действительно очень сложная. И каждый прибор, который участвует в этой инсталляции, требовал отдельного личного подхода. Ну, еще скажу, что там километр проводов. Километр-двести метров. Километр-двести метров. А, Владимир, поправлю. Километр-двести метров.